итак всем привет сегодня вступил в силу новый закон то есть поправки к имеющемуся закону и ужесточились правила ужесточились правила для интернет-магазина для розничных магазинов там закрытая выкладка и все дела как раз таки сегодня я приехала в один из наших розничных магазинов конкретно этот находится в купчино это вообще один из моих любимых магазинов потому что здесь хороший продавец хороший ассортимент и так далее и хочу вам показать на примере этого магазина как будут выглядеть остальные розничные точки то есть что в них изменится что как будет демонстрироваться и так далее давайте пойдем давайте начнем со стентов за железом как вы видите здесь особо ничего не изменилось то есть выкладка система нагревания испарителей различных спиралей готовых койлов она остается открытой выкладка бакс модов также остается открытой если вы можете прийти посмотреть на бокс моды пощупать бакс моды главное предупредите продавца что вы собираетесь это сделать выкладка от амайзеров также будет открытой все можно посмотреть рассмотреть повертеть в руках ну Ну, разве что попарить нельзя, но я думаю, это небольшая проблема. Зарядные станции, зарядки, аккумуляторы и все. То есть в этом духе ватки в том числе останется открытым. То есть все это будет так же, как и раньше. А еще одно изменение, которое коснулось нашей прикасовой зоны, это... Не знаю, гадаете вы или нет, но если вы были на наших точках, то есть в любой или вообще смотрели видео с обзорами открытий, которых у нас на канале тоже было очень много, то вы, наверное, видели, что на прилавках у нас обычно стоит много-много жидкостей, которые можно заправить, попробовать, понюхать, не знаю, капнуть на руку и полизать. Разных объемов, разных вкусов, разных производителей. Так вот теперь этих жидкостей нет. То есть никаких пробников в магазине больше не представлено. Жалко, но придется ознакомливаться теперь только с отзывами. Вместо жидкостей у нас теперь антисептик по санитарным нормам и упаковочка перчаточек. Касательно зоны с заказой тоже все изменилось. Раньше там стояли жидкости в большом количестве, то есть чтобы продавец мог быстренько ручку запустить и нужную жидкость вам продать. Теперь там висят шторки, то есть вы ничего не увидите из того, что там представлено. Еще забыла один момент. Раньше стоял у нас стенд с джулами, с лоджиками. Были представлены различные картриджи, различные вкусы, сразу с ценами. Теперь этого нет. То есть никаких предзаправленных капсул, особенно крепости выше 20 мг, в магазинах больше не купить. Вот так теперь выглядят стенды с жидкостями. То есть практически ничего вы не увидите. Можно присматриваться, приглядываться. Теперь это просто такая большая зеркальная комната. Зато можно, придя в магазин, проверить, как вы выглядите, прихорошиться и, собственно, все. Но если вы покажете продавцу удостоверение, что вам точно исполнилось 18 лет, то продавец сделает вот так. Никита, помоги мне, пожалуйста. Никита сейчас все продемонстрирует. Хоба! Подсветка зажигается. И теперь видно абсолютно все жидкости, которые есть у нас в продаже. То есть так же, как и раньше, сохраняется разделение на Америку, Россию, Малайзию. Здесь, допустим, мы видим, не знаю, видно на камере или нет, но оператор говорит, что видно. Здесь представлены различные американские линейки. То есть разных производителей, разных объемов. Можно все это выбирать. Здесь представлены, опять же, также малазийки и американки. И на нижнем стенде имеются одноразовые электронные сигареты. Кстати, правила касательно 20 мг их также касаются. Поэтому теперь крепости производители снижают. И одноразки также будут заправлены с жидкостями крепостью ниже 20 мг. Сегодня я постаралась показать, как будут выглядеть точки. Подробно показала разные витрины, то есть что изменилось. Наверное, что-то все-таки еще изменится. Но это мы уже будем отслеживать в течение месяца. Потому что, как и обещала, где-то через месяц, когда уже будет понятно, что диктует новый закон, какие ограничения еще будут приняты, мы запишем повторное видео. Ну и вообще расскажем, как этот закон повлиял на вейп-индустрию. Еще у меня в проекте один интересный видеообзор о том, что же мы готовим людям, у которых в городах нет вейп-шопов, но жидкости где-то брать надо. Так что ждите, готовьтесь, будет очень-очень интересно. На этом, наверное, все. Не забывайте ставить лайки, писать, что вы думаете по поводу обновлений в магазинах. Можете написать, что вы думаете про мою новую стрижку. Но я хотела, кстати, долго сказать, что, как я и говорила, как только вейпинг покатится на дно, я обрежу свои шикарные длинные волосы. Я ни в одном видео об этом не говорила, так что просто взяла и обрезала свои шикарные длинные волосы. Вообще об этом не жалею. Надеюсь, вам понравилось. Все, пока-пока.